друзья всем привет с вами канал просто кухня и сегодня мы с вами будем готовить потрясающую закуску и будет она у нас в стопках не знаю откуда растут ноги у этой закуски по моему из прибалтийских стран но вкус необыкновенные и и подача тоже интересно для этого нам понадобится 1 сельдь и не спешите бежать бежать за какими-то прессервами именно нужна одна такая вот жирная у самих почищенная селедка и мелко порезанная на кусочки также нам понадобится 1 огурец граммов где-то 250 порезанный на мелкий кубик такой еще нам понадобится 400 граммов сметаны жирностью 20-25 процентов у меня 20 процентов также нужен будет желатин 1 2 чайные ложки нот у меня где-то полторы наверное заранее разведенной подготовленные уже если желательно добавить побольше то можно даже для канапы будет использовать эту закуску и понадобится небольшой пучок зелени буквально там не знаю там три-четыре перышко зеленого лука и по веточки укропа и петрушки мелко порубленные но давайте приступим так как желатин у меня уже подготовлен чтобы он у меня тут не начал застывать значит вливаем желатин в нашу сметану размешиваем ну как я вам уже сказала если побольше будет желатина то даже для канапы можно будет резать эту закуску и подойдет для таких вот маленьких бутербродов и туда же отправляем нашу зелень все и огурец огурец меленько порубленные тоже меленькие квадратики все это продолжаем перемешивать и туда же отправляем нашу мелко порубленную селедку да не удивляйтесь именно так селедку тоже туда и все хорошенько перемешиваем после того как перемешаете нужно будет посолить и соли ребята надо вот знаете вот как как вам бы вам это сказать вот чуть больше чем нормально я бы так сказала потому что когда она застывает соль вы как-то чуть поменьше чувствуется если от решили что хватит то чуть-чуть вот еще посолить и пересаливать не нужно ни в коем случае но чуть вот побольше чем нормально так скажем значит посолили мне где-то не знаю полная чайная ложка сверху ушла но тут уже на свой вкус ориентируйтесь в общем соль обязательно пробуйте хорошо перемешиваем а потом мы это будем все раскладывать по формочкам и чем меньше будут эти формочки тем пикантнее и интереснее будет подача нашей закуски сначала я использую вот такую вот минажницу ее даже и на стол очень красиво можно подать закуску соусники вот такие использую но потом у нас дойдет очередь и до стопок после того как мы разложим все по нашим формочкам нужно будет отправить это блюдо на пару там часов но может три часа займет в холодильник чтоб она застыла и вот смотрите вот в стопочках очень здорово это можно вот так вот подать каждому свою персональную закуску это именно закуска хоть с хлебушком черным хоть с белым кому как нравится это потрясающе вкусно это ребята это просто бомба я даже не знаю с чем сравнить это надо пробовать поэтому всем советую всем приятного аппетита пишите комментарии всем пока пока